Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 42 года, двое детей, 16 и 3 года. Меня откровенно триггерят истории видео о том, как страдают дети. Мозг буквально отказывается воспринимать существование такого реальности, а накачиваются невыносимые, несправедливые и бугающие. Раньше вникал в подробности таких историй, сейчас стараюсь избегать. Значит так, это касается маленьких детей до семи лет. Вы пишите о том, что с вами вроде как ничего подобного вроде бы не было. Но на такие моменты вы боитесь, опасаетесь, вам страшно. Значит о чем здесь по сути идет речь. Как мне кажется. Страдание, страдание ребенка. Я думаю, что речь идет о именно вашем, именно вашем собственном страдании. Я думаю, что вы каким-то образом страдали в этот период. Ну вот, в период, собственно, семи лет. Я думаю, что вы в этот период как-то страдали. И я думаю, что эти страдания сейчас отвлекаются вам такой вот обратной связью, если можно так выразиться. Это первое. Здесь может быть и злость, и агрессия, и может быть даже подавленная любовь, я имею в виду, к себе самой. Конечно, как это ни странно, возможно, звучало бы для вас сейчас. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. На мой взгляд, вот какой-то такой серьезный эпизод в вашей жизни подавленные чувства. Вот какая-то незавершенность, то есть неопроагированность ваша в контексте той ситуации, дают сейчас узнать об этом в виде таких моментов. Еще очень важный момент, очень важный момент. Разрешаете ли вы себе слиться на своих детей? Детей. Вот. Позволяете ли вы себе говорить, что вам что-то не нравится, что вас что-то не устраивает? Вот. Нет, речь не идет о наказании, скажем так. Нет. Речь не идет о том, что вы наказываете своих детей или что вы поднимаете на них руку тем более. Нет. Об этом речь не идет. Речь идет именно о том, позволяете ли вы себе говорить им, если вам что-то не нравится. Вот это на мой взгляд очень важный аспект. Вот. Причем говорить тоже не с обвинением. То есть говорить это, ну, без обвинения. Вот. Говорить именно в том ключе, что просто меня что-то расстраивает, мне что-то неприятно, мне что-то не нравится и так далее. Вот в таком ключе. Или я чего-то хочу, или чего-то не хочу. Вот. Такой вот момент. То, что вы описываете, это запрет на злость, запрет на агрессию, запрет на какое-то отреагирование. Вот. То, что вы описываете. А вы это объясняете себе, там, несправедливость, да, и так далее. Вот. Нет. Понятно, что эти ситуации, они неприятны. Это понятно. Но то, что вас это так задевает, говорит именно об этом. Поэтому, что касается проработки, ну, выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Сначала нужно будет получить историю вашей жизни. Вот. Сделать анализ. Вот. От того, что было в вашей жизни. И дальше уже смотреть. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.